Друзья, всем привет! Меня зовут Рита, вы на моем партнерном канале Одержимые Духами. И тема сегодняшнего видео – ирисовые ароматы. Аромат с нотой ириса. Я обожаю ирис как цветок. Я просто безумно люблю это фиолетовое, что-то странное, непонятное. Но, собственно, почему я решила снять сегодня на эту тему ролик. Меня очень сильно заинтересовал аромат от Дома Трусарди. Это новиночка этого года. Он называется «Район Нола». Я все пропишу, все названия. Чем же он меня заинтересовал? Ну, уж больно на него противоречивые отзывы на фрагрантике. От «люблю, не могу» до «ужас, кошмар, парфюмерный» и бла-бла-бла. И поскольку на рандеву сейчас черные пятницы, распродажи, я была уверена, что я больше ничего не буду покупать. Мне ничего не надо. В прошлом ролике я примерно об этом рассказала. Но я не удержалась и купила вот этот аромат себе в коллекцию. Да, я его купила вслепую. Я специально не хотела тестировать его. Я хотела свое первое мнение, свое первое впечатление записать на камеру. Посмотреть, что это такое будет для меня. Что это за аромат будет для моего восприятия. Ну, думаю, что не будем тянуть долго. У меня сегодня топ-10. Как выяснилось, у меня огромное количество рисовых ароматов. И я отобрала десятку. Ну, а начнем мы с распаковки этого красавца. На рандеву скидки. Рандеву – это интернет-магазин «Парфюмерия Косметики». Сейчас на этот аромат, по-моему, 30-процентная скидка. Применяйте мой промо-код. Будет еще скидочка. А мы начинаем распаковку. Немножко варварским способом. Про что данная композиция? В принципе, она заявлена в таком достаточно классическом исполнении «Парфюмерной пирамиды». Так, теперь здесь самое главное. Я, честно говоря, не очень большая любительница вот этой линейки. Мне немного что нравится. Но если уж мне понравилось из бутиковой линейки «Труссарди», это становится моими любимчиками. Собачка? Красивый цвет флакона. Ого, тяжеленький. И мне прям не терпится понять, посмотреть, попробовать, что же это такое. Такое ли это ужас, кошмар, морковка или это что-то. Ребята, ну нет. Ну вот у меня прям вопрос. Вот вы, кто пишете на фрагрантику отзывы, вы вообще вот эти ароматы тестировали? Вы их слушали? Слушайте, это великолепная фиалковая кожа с цветочным аккордом, нежнейший. Никакой морковки, никакой одеколонистости, никакого ужаса, жути и кошмара здесь нет. Прекрасный женственный аромат. Он даже не землистый. Господи, за что же вы его там прям так обхаяли-то? Красивая замша, замшевая перчатка, красивая пудра, красивый ирис. Скорее всего, здесь есть еще и фиалка. Очень нежный, очень воздушный аромат. Слушайте, это попадание в десятку, мне он очень нравится. Хорошо, что взяла. Итак, первый аромат Труссарди, район Нола. Новинка этого года, моя удачная слепая покупка. Это здорово. Идем дальше. Дальше я, как сказала, выбрала десятку фаворитов с нотой ириса. И здесь ирис будет в разных проявлениях. У меня новенький флакончик ирис Маляка Шапард. Красивый фиолетовый сиреневый флакон. Его много кто знает, его много кто обозревал. Про что для меня данная композиция? Здесь для меня ирис в сладком ягодном джеме, который играет, который переливается. И в нем есть помадность, но он очень современный. Никакой ретровости, никаких олдскульных вещей. Он очень комплементарный. Я сносила два от Леванта, потом я заказала этот флакончик. И он нежный, как у меня соседи веселятся. Он нежный, он сладкий, он комплементарный, он очень понятный. Но Шапард, в принципе, не делает каких-то, мне кажется, композиций сложных. Вторая композиция, которая у меня появилась уже достаточно давно и хорошо так используется. Это Хестуар де Парфон. Мулен Руш. Здесь ирис уже более помадный. Здесь ирис уже в таком пудрово-косметическом направлении. Он тяжеловатый. Он, если делить на время суток, это вечерний аромат. Пудра. Помада. Гримерка актрисы. Мулен Руш. Чуть позже здесь проступит роза, появятся фрукты. В базе будут очень приятные шоколадные пачули. Здесь есть телесный мускус. Он плотный, он насыщенный. Поэтому без затеста вот этот ирис лучше не покупать. Но кому я его делала в отливантиках, своим друзьям, родственникам, знакомым, он всем понравился. Кстати, аромат тоже очень-очень комплементарный. Я вообще обратила внимание, что ароматы с нотой ириса, они очень хорошо воспринимаются окружающими людьми. Редко, когда бывает какая-то жуть. Сейчас я надеюсь на звуки не отразилось. Редко, когда бывает какая-то жуть, потому что в основной массе ирисы дают женственность, дают пудровость, дают помадность и такой эффект уходового средства. Обычно это людям нравится. То есть здесь нет горячих помоек, как обычно. Идем дальше. Хочу сегодня записать достаточно быстрое видео, потому что в рабочий полдень опять. Фредерик Маль, ирис пудре. Здесь уже ирис в своем чистом виде, в своем стерильном, в своем звенящем, холодном, хрустящем проявлении. Здесь альдегиды. Здесь сухой, холодный, элегантный аромат, который очень-очень медленно раскрывается. Он достаточно шлейфовый, его хорошо слышно. И скорее это классика, это хорошо собранная классическая композиция. Аромат роскошной женщины, такой, знающий себе цену, для меня он всесезонный. Я люблю носить его и в жару, он не душит, в нем нет вот этой излишней пудровости, в нем нет такой уж прям совсем помадности. Это аромат чистоты, для меня, в моем восприятии. Так, следующий аромат, это Creative Inspiration, State of Mind. Про что данная композиция? Здесь пудровая вуаль в обрамлении хорошего чая. Ну, еще бы чая здесь не было, но знаем, чем занимается этот бренд, что является основным направлением. Это нежно, это прозрачно, это воздушно. Для баланса вот этой воздушной нежной пудровости здесь помещены нотки перца. Но он не щипет нос, он не кусачий. И здесь много такого белоснежного, нежнейшего, жасминного куста. Жасмин здесь очень красив, он без эндористов. Он без рассоленности, он без животинистости. В базе будет чистый прозрачный мускус и белая сандаловая древесина. То есть такой прям свежий спил, без рассоленности, без мучнистости сандала. Красивая композиция. У меня она тоже уже в расходе. У меня его, в принципе, немного. Следующий аромат, который вошел в десятку, это Scarlet Puppy Intense Jo Malone. Немножечко несвойственная для парфюмерного дома композиция. Тем не менее, она мне очень нравится. Это уже более злой ирис. Здесь сладко-горький аромат. Пушистое такое облако пуховки. Вы знаете, кто пользовался пудрами бренда Корон, рассыпными, у них такая большая банка. И вот там лежит такая нежная-нежная пуховка. Вот ощущение вот этой пуховки для пудры. Вот он здесь есть, этот вайп. Сладкий. Негромкий. Скорее для себя. Но опять же вопрос нанесения. Летом может придушить. Новинка этого года еще одна. Я про него рассказывала. Это Слон от Penhalibans. Мистер Томпсон. Здесь ирис уже звучит орехово-морковно на старте. Он землистый. Здесь корень ириса. Это композиция. Это очень сложная композиция. Он играет, он переливается, он меняется. Как бы поставить так, чтобы слоника было лучше видно. Он играет, переливается, меняется. Да, здесь много орехов, много теплого кунжута. Сама композиция очень горячая. Ощущение бальзамичности. Ощущение сладости элями. И очень интересно, здесь введена нота лаванды. Она не дает композиции спуститься вот в эту тяжелую, бальзамичную, такую вязкую, какую-то, может быть, не совсем приятную сладость. Она разбавляет аромат и создает летучесть. Причем саму лаванду здесь вот я не чувствую сказать, что это прямо лавандовое масло. Нет. Аромат чудесно сбалансирован. Аромат очень красивый. Аромат унисекс. Опять же, через затез, через пробу. Ну, во-первых, это дорогая композиция. И если вдруг вы с ней не подружитесь, я не знаю, наверное, будет сложно ее продать. Идем дальше. Аромат нитра нуар от Кейрин. Я рассказывала, на канале есть полный обзор этого бренда. Это американцы. У меня он вот в таком тревеле, в пробирочке. А что здесь композиция? Здесь ирис представлен в своей землистой, опять же, орехово-морковной инкарнации. И здесь его дополняют пачули. Пожалуй, один из самых сложных ароматов в моем топе. Он на любителя. Он немножечко скатывается в темноту склепа, сырости, подвальную вот эту вот. И мне, в принципе, его хватит под настроение. Вот, ну, можно посмотреть. Сложная композиция. Не на каждый день, не для каждого. Но познакомиться с ней имеет смысл. Садится тоже достаточно близко к коже. Не будет шлейфить. Но в качестве альфакторного опыта могу порекомендовать. Идем дальше. Рамон Манигал. Обожаю вот эти чернильницы. Вот именно вот такой объем, где крышечка откидывается. Испанский парфюмерный дом отличается своим классическим форматом парфюмерных композиций. А что здесь? Здесь, опять же, землистость. Здесь корень ириса. Но он невероятно собран. Он очень влажный. И при этом вот эта влажность, землистость корня ириса обрамляется какими-то вообще невероятно нежными цветочными аккордами. Он переливается, играет. Его очень трудно уловить. Здесь есть сладость ягод. Но это не ягодная композиция. Немного кожаного аккорда. Немного какой-то уходовой помадности. Но, опять же, он не сладкий. Он добротный. Вот он. Вообще, Манигал композиции удивительнейшие по сборке, по качеству. Опять же, попробуйте, попробуйте познакомиться с ним через пробнички, через отлеванты. Композиция сложноватая. Композиция землисто-влажная. Не все могут такое, не все такое хотят. И последний представитель, но это, пожалуй, самый любимый мой ирисовый аромат на текущий момент. Это фукошима. Лунная радуга. Обожаю этот аромат. Он очень сложный. Он далеко не понятный. Он очень холодный. Он землистый. Я читала, что кому-то он пахнет клопиками. У меня нет этой ассоциации, но я понимаю, о чем люди пишут. Он прям ледяной. У меня с этим ароматом случилась любовь с первого вдоха. И для меня эта альфакторная картина, я на фрагрантике писала описание, описывала аромат, писала описание, господи. Настроение сидеть на луне в гордом одиночестве и ворошить палочкой привезенной с земли лунный грунт. Он очень дистанцирующий аромат. Он очень холодный аромат. Он такой режущий. К человеку, который надушен вот этой парфюмерной композицией, может быть, не сильно захочется подходить, потому что она такая, но она жестковата для восприятия. На него комплименты вы вряд ли получите. Это аромат скорее для себя. Он достаточно близко сидит к коже. Он медитативен. Аромат отшельника такого. Ну да, аромат отшельника, который путешествует по мертвым мирам. такой немножечко... Я даже не знаю. Может быть, немножечко с дуринкой какой-то. Но это красиво. Это красиво. Причем он на старте более сложен, чем в раскрытии. В раскрытии у него появятся цветы, фрукты. И все это будет разбавлено ледяной талой водой. Я, я не знаю, я, наверное, его не буду рекомендовать к покупке, но если вдруг где-то увидеть, я знаю, что он в яблоке периодически бывает. Познакомьтесь, это крайне необычная альфакторная картинка. Это крайне необычная парфюмерная композиция. Я ее люблю. Ну, я вообще люблю все такое. С дуринкой. Ну, что же, мой топ 10 сересовых ароматов на этом завершился, закончился. Если будет интересно, я могу снять вторую часть. Ну, а пока спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok